28-летняя тележурналистка умерла во время прямого эфира на радио. Трагедия произошла в субботу, 5 марта, в третьем по величине городе Югры, Нефтьюганске. Молодая мама, воспитывающая свою годовалую дочь, Кристина Кочерова, пришла в 8 часов субботнего утра в эфир радиостанции «Радио Сити Юганск» сетевого партнера Екатеринбургского радио Си на программу «Доброе утро, Юганск», чтобы поделиться своими секретами материнства. Пришла вместе со своим ребенком. В какой-то момент молодой женщине стало плохо. Врачам скорой помощи, оперативно оказавшимся в радиостудии, оставалось только констатировать смерть. Предварительно коллеги называют причиной смерти Кристины Кочеровой отрыв тромба, сообщает агентство УРАРУ. Коллеги, умершие по телекомпании «Юганск», сделали специальный репортаж о трагедии в их коллективе, где рассказали недолгую, но яркую биографию Кристины. Родившаяся в Нефтьюганске в 1993 году Кристина закончила сначала филфак Сургутского педагогического университета, а затем получила бизнес-образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Вернулась в родной город и всего за несколько лет сумела стать одними из самых любимых земляками тележурналистов. Еще до рождения дочери, чуть более года назад, Кристина ушла в декрет и, оставаясь в декретном отпуске, продолжала работать на телевидении. Это фрагмент ее последней программы «Мама в теме» о нюансах материнства, вышедшей в эфир менее недели назад, 3 марта. Всем привет! С вами я, Кристина Кочерова, и маленькая помощница. И это программа «Мама в теме». В сообщении о смерти коллеги о размещенном телекомпании «Юганск» не говорится о том, болела ли Кристина в обозримом прошлом коронавирусом. Однако свердловские врачи в голос говорят, что образование тромбов в сосудах является одним из самых распространенных и самых опасных осложнений после этой болезни. Впрочем, не только этой. И настоятельно рекомендует посетить врача для консультации о том, как предохраниться от этого осложнения. Прощание со скоропостижно умершей журналисткой состоялось сегодня в ее родном Нефтьюганске.